Сегодня мы в Красном Зале, благодаря любезности Московского архитектурного института, поскольку наш зал на Волхонке сегодня занят. И для Андрея Балдина, Андрея Николаевича, я думаю, это не проблема, наоборот, это родные стены, поскольку Андрей выпускник Московского архитектурного института. Этот зал по числу мест больше, чем зал на Волхонке, и мы рады, что он тоже вполне заполняется. Вообще, в какой зал мы вас не пригласим, они все как-то более или менее заполняются. Это очень приятно. Наша рубрика сегодня – это нематериальное наследие. Вообще, я так постепенно прихожу к выводу, что семинары – это максимальное сужение темы наследия до практикума иногда, а лекции, наоборот, максимальное расширение. Вот как в прошлый раз, как в некоторые предыдущие, так и сегодня. Мы, в сущности, расширяем эту тему максимально. Что еще можно счесть наследием? И, конечно, нематериальное наследие должно быть рубрикой в наших занятиях. И традиционный календарь – это, безусловно, нематериальное наследие. Не знаю, Андрей, можно ли здесь сделать какие-то прямые лобовые выводы сейчас, или, может быть, в конце в вопросах-ответах о каких-то охранных мерах, защитных мерах по отношению к календарю. Что это, кроме, например, старого стиля, когда календарь сохраняет церковь? Можно ли здесь делать какие-то лобовые выводы из сегодняшних размышлений, если хочешь, в конце или... Ну, я думал об этом. Это действительно очень важная тема, тем более, что она как раз та, что привязывает возможные рассуждения. Потому что о календаре могут быть самые разнообразные рассуждения. Но если говорить именно в этом ключе, в контексте охраны наследия, то да, наверное, я думал об этом и рассчитывал об этом, как пару слов сказать, но все-таки, видимо, в конце. Но уже в конце. Тема выбрана сугубо не случайно, поскольку одна из книг Андрея называется, если вдруг кто-то ее не видел, «Московские праздные дни». Это именно книга о праздниках. Но я бы сказал, пользуясь, может быть, отчасти своей терминологией, отчасти нашей общей, это книга о метафизике города. И я очень рад, что у нас, например, даже серийная обложка у наших с Андреем книг. Это действительно был, ну, во всяком случае, со стороны издательства некоторый единый замысел. И, правда, я очень рад, что такая небольшая, как сейчас можно говорить, линейка книг серийного вида существует. Так что мы банда, как мы тут решили за минуту до начала. Вот, и я этому очень рад. Вот, с Андреем всегда удивительно интересно находиться в диалоге, или во внутреннем диалоге. Действительно, всегда глубоко и неожиданно. Ну вот, я, наверное, умолкаю и перехожу в зал, а потом, если будет желание, мы перейдем к вопросам-ответам. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Праздничный круг, календарь как таковой, это вообще тема, может быть, очень веселая. Она может легко превратиться в такой пестрый рассказ каких-то нелепиц, или наоборот, лепиц, рецептов, обрядов и так далее. Я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что много лет занимаюсь календарем, и я понимаю, что это такая засада очень серьезная, можно уйти в эти елочные игрушки, а елку так и не различить. А хотелось бы как раз в итоге говорить о системе, о календаре как строении, как архитектурном строении. Мне действительно очень хорошо, что я в мархи, может, это поможет действительно. И поэтому передо мной такая задача двойная. С одной стороны, не хочется сушить рассказ, и хочется как раз рассказывать о всяких нелепостях и пестрых каких-то случаях, а с другой стороны, нужно рассказать что-то серьезное. В общем, я буду делать такой микс, рассказывать по очереди, а вы уж, я надеюсь, как-нибудь будете это в головах своих собирать, потому что публика очень хорошая, вы все понимающие люди. Поэтому пойдет вот такой. Я буду говорить, когда я говорю что-то нудное и невозможное, а что повеселее вы сами разберетесь. В общем, вот такая серьезная, несерьезная тема. Кстати, очень московская, потому что Москва сама такое же сооружение, она чрезвычайно серьезна как система и сложна как система. И одновременно она очень легко разбрасывается, расплескивается на массу прекрасных мелочей. И вот как раз начну я, конечно, с нелепости, так интереснее, так как-то спокойнее. Вы наверняка об этом знаете, это старая история. Я с этими историями входил в исследование календаря. И я очень всегда досадовал, с какой легкостью Москва, и не только Москва, вообще наша публика, засасывает всякую иноземную ерунду календарную. Гороскопы, китайщину там и так далее. И вот как раз о китайщине буквально два слова. Я помню, что в какое-то время, ну вот некоторое время назад, все это вращалось, начало было вокруг 2000 года, что очень важно, потому что Москва внимательно, на мой взгляд, по моему ощущениям, пережила 2000 год, как раз вот такой, как карусель времени. И мы еще не все осознали, как много мы получили на этом перекрестке. Мы еще только перевариваем всю сумму информации, которую получили в момент миллениума. И, конечно, попалось в открытые ворота, попало много микробов, извините, опять на эту тему, и всякие дряни. И вот был такой, я помню, был такой спор о китайском как раз календаре, кот и кролик. Если вы помните, были странные споры, что там вот в этих 12 зверях, все было нормально, и вдруг в какой-то момент возникал спор, что это за год начинается, кота или кролика. Я тогда был неосторожен, я полез в это дело, нашел даже какого-то китаеведа и спросил, в чем дело. Знакомый был человек, он меня послал сразу же. Он пришел почему-то в страшное раздражение и сказал, иероглифы надо учить. В общем, он изящно меня послал далеко, в Китае. Иди иероглифы учи. Там все вроде бы понятно в этих иероглифах. Вот как только ты разберешься, как они пишутся, сразу поймешь. Я, кстати, полез. Действительно, я был неосторожен. Но быстро-быстро вынырнул из этого бассейна, потому что сразу понял, что здесь что-то не то. Потому что иероглифы кота и кролика разные, а, например, кота и собаки одинаковые. И да, он успел еще мне что-то такое сказать про то, что китайцы поют. Я прошу прощения, это популярная такая была информация. Они не просто говорят, у них что-то еще зависит от интонации. Они могут одно и то же слово произносить то вверх, то вниз и означать разные вещи. И вот он у меня пробормотал и оставил меня с разведенными руками в недоумении. Но тут случилась вот как раз та самая нелепость, о которой я боюсь подробно рассказывать, хотя история смешная. Я в какой-то момент посмотрел по телевизору фильм про китайцев. Ну, не про китайцев, вот Джеки Чан такой, да, вот есть такой персонаж, который со всеми дерется, причем бьет табуретками какими-то, вешалками для одежды. И мне другие китаеведы сказали, что это очень высокое искусство кунг-фу, когда не просто боец, а он еще и задействует микрофоны, там, кружки с водой и так далее. И вот такой фильм про Джеки Чана. Это старый еще, это до 2000 года явно был фильм, простой, как оглобный сюжет. Два китайца, брат-близнеца, один в Америке, другой в самом Китае. И вот у того, кто в Китае, начинаются проблемы с местной бандой, и тогда американец приезжает, американец Джеки Чан, он так, по-моему, там и назывался в этом фильме, приезжает спасать своего брата. И тут идет эпизод, о котором я как раз хотел два слова сказать. Они встречаются, идут в Харчевню. Идут в Харчевню. И местный китаец заказывает жареного кота с бобами. И американец передергивает, но он должен соответствовать, он выдает себя за местного, или, по крайней мере, за погруженного в предмет китайца. И он тоже смело говорит, и мне тоже, пожалуйста, жареного кота с бобами. И Харчевню начинает давиться со смеху. Все, дальше я не знаю, что происходит. Ну, понятно, что они вдвоем поели этого. С бобами всех побили. Но потом я понял, что нет, тут что-то пропущено. Явно какой-то гаг прошел, непереведенный, а это еще какой-то пиратский фильм. И я сделал для себя вывод, что тут как раз вот та самая интонация. Что первый, наверное, подумал я, сказал, ну, допустим, с повышающей интонацией, заказал кита с бобами, и ему дали кролика. Потому что, допустим, на местном наречии это нормальная еда. А ничего не понимающий американец вот этот вот услышал, сказал, с бобами, и ему дали кота. Естественно, в Китае это не проблема. Местная кухня там своеобразная, они вам не только кота вам приготовят с бобами. И вот это не объясняется. Перевести это было нельзя, потому что там бубнил какой-то еще переводчик, он совсем не следил за тонкостями. Но я понял, что именно так, что здесь дело именно в этом, что незнание одной только интонации приводит к тому, что вас накормят кошатиной. Я, кстати, спросил у своего этого китайца, правильно это или нет. Он пришел в еще большую ярость и еще дальше меня послал. Ну, по какой-то интонации я понял, что какое-то зерно было правильное. Вот он меня изругал, но изругал с каким-то странным уважением. Ну, может быть, за то, что я просто начал исследовать эту тему. И вот к чему я эту притчу рассказал. К тому, ну, простая мысль. Все очень просто. Не зная броду, не зная, что мы подхватываем из этого внешнего пространства по части церемоний, по части каких-то праздничных сюжетов, мы постоянно едим кошатину. И это не просто анекдот. Это, в общем, такая интеллектуальная интоксикация, которая, конечно, она проходит у нас. Мы всеядные люди, чего мы только по части праздников не ели. Но, с другой стороны, это, конечно, разрушительное занятие. И нужно, это я тогда понял достаточно отчетливо, собственно, это и так было понятно, нужно исследовать свой календарь. В чем сложность его, какие тайные или явные конструкции в нем есть. И вот его архитектуру с тем большим интересом я стал исследовать, что мне не хотелось вот эти блюда с бобами. И я понял, что здесь есть какой-то даже экологический момент, момент экологии и культуры. И за чистотой своего праздничного яства нужно следить. И вот это несерьезный отрезок моего сообщения. Дальше пойдет занудный. Я прошу как-то прощения за это занудство. Дело в том, что довольно скоро, ну как скоро, это в общем перманентные составляющие. Я понял, что исследуя календарь как систему, нужно принять такое понятие, как пифагорейскую четверицу. вот такое сложное, сложное такое вот сложное формула, хотя на самом деле она ничего сложного не означает. Она означает то, что любое сложное явление, тем более системное явление или сообщество развивающееся, он проходит в своей жизни, в своем развитии, он проходит некие стадии, которые раскладываются на счет четыре. Это четыре измерения. В части геометрии это действительно очень просто. Точка, линия, плоскость, пространство. Это просто нарастание геометрических измерений. Точка, потом идут одномерные объекты, линии, это 1D, что называется. 2D это плоскость, 3D это пространство. То есть в основе своей это действительно совсем не сложно. Но в практике, в применении это становится сложно. Вот как? Это не просто рост, не просто некое сообщество или некая система начинает развиваться, она проходит некие пороговые стадии, в процессе которых происходит либо перелом, но не эволюция, но революция, когда сознание человека или сознание группы обретает следующий познак уровень рефлексии. И это уже очень серьезно и совсем непросто. и в общем достаточно развита есть историческая наука, которая занимается, которая примерно с 19 века пришла к этому сюжету, которая отслеживает работу этих четвериц в самых разных областях знания. Например, языкознание точно насчитывает такая наука, историческая поэтика, и она довольно уверенно раскладывает историю сложения литературного сочинения из этих пунктов. Есть точки слова, допустим. Некая самая ранняя поэтическая стадия развития поэзии это звуки и слова. Затем человечество поэтизирующее, сочиняющее человечество начинает складывать их в эти точки в линии и появляются тексты в литию, это архаические тексты о путешествиях и так далее и так далее. Затем появляются циклические композиции, это все на самом деле архаика, но архаика достаточно показательная. Затем появляются тексты циклические, это в рассуждении геометрическом это плоские тексты, когда подхватывается уже начало и конец и текст становится уже не просто линеарным каким-то путешествием или странствием или паломничеством, нет, это уже более сложная рот композиций и наконец композиция литературная приобретает объем, это как раз в чем и фокус, все время нужно следить за календарем истории, это как раз приобретение 19 века, объем это роман, когда сумма взаимосвязей внутри сочинения становится настолько полной, что текст становится равен реальности, я сейчас очень обобщенно говорю, но важно понять эти ступени, то есть историческая поэтика очень уверенно отслеживает эти шаги и поскольку последний шаг был сделан как раз в 19 веке, историческая поэтика Веселовского и Потемни это конец 19 века, это все достаточно показательно и синхронно, вот простая геометрическая система, всего-навсего мы все знаем там раз, два, три, четыре, но внедренная в историю и литературу она ее структурирует, делает понятным и понятным по стадии на что называется, мы начинаем разбираться в сути литературного развития, ну естественно речь идет именно о композиции, вот как раз очень хорошо, что опять-таки видимо все время буду постоянно вспоминать, что хорошо, что я в Мархи и дело в том, что мы сами этим занимались здесь, я одно время исследовал как мог историю французской готики, мне кстати недавно повезло, я добрался до Реймса, где наблюдал собор, который здесь несколько лет клеили мы макеты, как-то разбирались в черчении и так далее, это было совершенно потрясающе, это тоже вот четверица провернулась у меня в голове, я получил необыкновенное удовольствие, память развернулась, но она развернулась вот именно так же, как так постадийно, да, так вот готический собор, опять-таки я вынужден упрощать какие-то сюжеты, он строился также в четыре стадии, это очень любопытная история, я боюсь тут как раз погрузиться слишком глубоко, мы все знаем, что он строился очень долго, столетиями и так далее, но он строился этапами, эта технология требовала, потому что конструкции настолько сложные и и хрупкие на самом деле, что нужно было накопить ресурсы, силы, материалы и так далее, для того, чтобы выполнить следующую стадию строительства, и получалось так, что сначала закладывался, сначала возникала точка, да, вот перекресток алтарный, в городе просто выбиралась некая точка, где, вот это как раз точечная стадия храма, место освещали, и эта освещенная точка могла считать 20 или 30 лет, там поколениями считали, затем улица, выстраивалась улица, первый этаж из колонн очень толстых, совсем не готических, мы-то привыкли воспринимать готику, как лес тонких каких-то колонн, на самом деле, эти колонны появлялись гораздо позже, когда здание уже полностью оседало, и эти колонки тонкие вставлялись, вот я как раз в Ремчистое как раз за этим и следил, за этими технологическими какими-то узлами, и, то есть 20 лет в городе существовало, под открытым небом, существовала точка, потом были выстроены две галереи, это появлялась линия, и поколение горожан вырастало в этом необыкновенном каком-то, ну, не в, а рядом с этим необыкновенным местом, и дальше, дальше вставали стены без крыши, назовем это уровнем плоскости, потому что эти стены были действительно очень плоскими, а западные стены не было, кстати говоря, и, наконец, когда устаивались эти стены, выстраивались вот эти знаменитые контрфорсы, ребра вот эти замечательные, кстати, в Реймсе они очень оказались как-то так прижаты к телу собора, довольно неожиданно, в Париже хорошо стоит, там паук просто получается, такое насекомое каменное, интересное, вот, и только затем, после того, как была положена крыша здания, оседала и вставлял лес колонн, как дверью захлопывалась эта великая ниша, а ниша тоже 30 лет существовала, да, и поэтому, причем это все было заложено, понято с самого начала, это не следствие, не следствие какой-то эмпирики, так, эта машинка, раз, два, три, четыре, осознанно была встроена в строительство собора, и поэтому это узел во времени, а не здание, если так, с умом, если с переходом, как город рос вместе с собором, город менял, нараст, менялся, наращивала свои измерения, свою рефлексию, если, а так и происходило, совместно, синхронно с этим ростом измерений происходило строительство, то есть не мы, а город получал это совершенное строение, и это удивительная история, в общем, она, завершившись, как бы, да, вот этот узел терял даже надобность связи с окружающим временем, настолько все в нем было красиво сопряжено, пространство в нем было не результатом механического какого-то обстроения некой точки, нет, пространство вырастало, и пространство в головах людей было результатом вот этой вот работы, ну, я сейчас еще раз, я буду много раз, видимо, это повторять, конечно, это схема, но тем не менее, ну, естественно, нужно говорить о том, что пифагорейская четверица работала прежде всего в головах у людей, и вот именно такое сознающее сообщество и было храмом, и только такие сооружения, находящиеся в согласии, в диалоге с пространственной игрой в головах у горожан, такое сооружение становилось храмом, то есть, можно начать с очень простого, с раз, два, три, четыре, и потом выйти на какие-то сюжеты очень и очень сложные, именно в реализации, в своей какой-то встроенности в мимо текущую жизнь, и жизнь закольцовывалась, храм становился каруселью времени, наверное, спасительной, спасающей, какой угодно. Я сейчас не захватываю параллельные сюжеты, богословские и так далее, и так далее, я говорю только, фактически только о строительной технике, но это ответственная строительная техника. Еще один пример, я уже предупредил, что рассказ мой будет состоять из таких примеров, потому что, в принципе, ничего сложного я такого-то не рассказываю. Интересно именно воплощение этой схемы. Еще очень строительный, естественно, сюжет, поскольку я двигаюсь по знакомым каким-то маршрутам. Интересный строительный сюжет, это сюжет с образованием артелей каменщиков. Их учили, их учили именно этому. Они не просто строили свои храмы или дома. Это очень занятная именно образовательная технология, когда, вот тут, кстати, подхватывается то, что я сказал, подхватывается история текста, история формирования текста. Этих неграмотных каменщиков заставляли учить большие тексты сложные наизусть. Читать они не могли, поэтому они запоминали на слух. Но учителя, вот тут надо отдать должное, это были четверо вот эти обученные учителя, они так выстраивали маршруты каменщиков, водили по зданию согласно тексту. Сначала просто водили, потом их оставляли, их учили и заставляли вспоминать, где, как поворачивает текст. И причем текст этот тоже был согласован, в нем были линеарные места, вот то, что я в двух словах чуть-чуть зацепил, были открытости какие-то, были повороты, и вот это было большое искусство в составлении, наверное, этих экскурсий, и тогда сознание этих каменщиков неграмотных разворачивалось, они обучались вот этой вот точкой линия, допустим, точка, коридор или лестница или что угодно еще, они научались соотносить смыслы, искать пространственные сопряжения смыслов, своих технических строительных смыслов, и в итоге, не зная грамоты, не умея читать, они научались видеть конструкцию, и вот фантастические по своей сложности конструктивные сюжеты, да, вот, готику, это удивительная, это поэзия конструкций, а воплощали ее как раз вот такие каменщики, и это уже другое, это образовательная школа, да, вот, как берется народ совершенно необразованный, пройдя эту школу строительства, эту школу трехмерия, эти каменщики становились народом очень и очень просвещенным, не просвещенным в прямом смысле слова, а хорошо ориентирующимся в пространстве. Эта школа довольно занятная, мы знаем какой-то сюжет его продолжения, он немножко профанный, в двух словах я его тоже задену, потому что там будет такая вот одна фамилия роковая, я ее вам, ну, вы поймете. Дело в том, что вот эти школы, в частности, были интересные школы в Шотландии, и вообще известные шотландские школы вот этого строительного образования. И примерно в веке в 17-м, ну, так толкуют англичане, кстати говоря, я сейчас пересказываю сюжет достаточно известный, но он занятный. Как рассказывают англичане, вот как раз в конце 17-го века Англия доела Шотландию, они дозавоевали ее до самого конца, и генералитет английской армии познакомился с этой образовательной технологией и поразился ей. Они столкнулись с интеллигентным народом, неумеющим читать, ну, в частности, имеется в виду какие-то артели и корпорации строителей. Это, я сейчас не помню, честно, простите, я как-то из головы вылетел, фамилия этого главного генерала, который вцепился в эту образовательную четвероякую конструкцию и привез ее в Лондон. Умные люди послушали его. Я рассказываю анекдот в английском стиле, сами англичане его так рассказывают. Они переварили эту информацию и вокруг этого образовательного сюжета создали Королевское научное общество, которое возникло тогда и которое засосало, переварило и встроило в систему своего образования вот этот принцип пространственного мышления. Взялся из этих упражнений, которые связывали текст, пространство и строительную конструкцию. Дальше все просто. Дальше начинаются как раз профанные какие-то сюжеты. это быстро поняли некие простите за анекдотический какой-то рассказ. Он должен быть более сложным и более каким-то верифицированным. Но мысль та, что то, что мы получили с началом 17 века как масонство 17-17. Первая ложа была создана в 1717 году в Лондоне. Это была просто упаковка. Причем упаковка черточка маскировка. Я не посягаю на герметику масонства. Я просто говорю о некой технологии просто образовательной, которая была вложена в их школу. Это действительно школа объемного мышления, сопоставляющего факты и научающая школа своих адептов строить не только видимые, но и невидимые сооружения. И это помогло наверное им. Какова фамилия? Толстой конечно, роковая фамилия это Толстой. Это фамилия, о которой я постоянно спотыкаюсь. Я занимаюсь сейчас Толстым и пишу о нем книгу. Толстой я убежден совершенно. Он очень внимательно разбирался в истории масонства. Мы знаем у него в войне и мире есть сюжеты связанные с этим. И он относится к этому явно иронически. Но он относится иронически только к упаковке. К рабам к этим, к заворачиванию штанин на левой ноге и все такое. На самом деле Толстой внимательнейшим образом изучал эти практики. и четверица то он извлек. Он понял, он различил суть происходящего и вот эту пеструю совершенно черную ткань навернутую вокруг. Это можно судить хотя бы потому, что как он поступил с Пьером. Он посылает в романе «Война и мир» он в какой-то момент посылает Пьера в Шотландию. Потому что согласно общему верованию самые древние, самые священные и самые какие-то загадочные таинства нужно было узнавать у шотландских масонов. Потому что было известно определенно, что эти идеи пришли в Лондон из Шотландии. Это все знали и предполагали, что за этим главное таинство и есть. И вот Пьер приезжает, достраиваю я эту реконструкцию, приезжает в Шотландию и скорее всего он обнаруживает, что как раз здесь-то нет никакой сакральности, а есть вот эта школа сумма технологий и сумма технологий образовательных, очень победительная, очень помогающая на каком-то витке цивилизации той же Британии. Но основания ее чертежны и Пьер разочаровывается. Вот это надо точно знать, но я за этими сюжетами следил уже со всем вниманием. Пьер возвращается из Шотландии разочарованным, он не прикоснулся ни к каким тайнам, он понял, что здесь работает просто машина сопоставления фактов. И он возвращается, его подозревают в иллюминатстве, он возвращается технологом, не уловителем тайн, не тем, чего он сам ждал и чего ждали от него московские и петербургские масоны. Нет, он возвращается трезвым технологом, политиком, потому что он понял, что в основании этого успешного проекта лежит сумма образовательных технологий. Вот и все. И так Пьер познакомился с четверицей. Толстой понял это, он иронически описывает его приключения с квадратом, что по мнению Толстого была метафизическая муть, на самом деле конечно это была совсем не муть, суммы смыслов, которые прочитываются даже в таком ироническом перетолковании Толстого очень серьезны, но за ними всегда видно вот это некое раздвоение. Есть выстроенная школа, работающая разумно, последовательно, которая способна обучить даже неграмотных строителей. Какие потом на нее будут навернуты одежды, какие таинства и так далее, это уже второй вопрос. Вот четверица, вложенная в голову, то есть простейший счет измерений оказывается способен совершить, потому что это все идет еще раз говорю, не через эволюцию сознающего субъекта, а через серию его революций он приобретает все большее и большее количество рефлексий, его способность к рефлексии умножается. И поэтому это все опять из несерьезного становится одновременно и трезвым, и очень серьезным. И к чему я все это веду? Я это веду к тому, что мне было совсем не трудно, пройдя вот эти все какие-то расшифровки и так далее, мне было совсем не трудно обнаружить работу этой пифагорейской, ну, условно, конечно, шутя называю машиной, аналитической и такой интеллектуальной машиной, совсем не трудно было обнаружить строений традиционного московского календаря. Это, безусловно, еще более сложное и точно так же выверенное и вычерченное строение. Вот в чем фокус. Это тоже архитектура, но архитектура, вот тут раз, и у нас возникает переход на другой уровень сложности. Это архитектура не в пространстве, а во времени. Точно естественно о пифагорейской четверице безусловно знали во втором Риме, просто они перелагали ее работу методически, технологически, как угодно еще, с вопросов об устроении пространства в голове на устроение времени точно так же сложность времени должна быть освоена постепенно. Приближаться к самому понятию пространства времени, а именно к этому стремился второй Рим. Он противопоставлял себя первому, еще одно грубое обобщение, но в данном случае, я надеюсь, оно уместно. Он противопоставлял себя первому, потому что строил храмы во времени. Первый Рим античный работал с грубым черченым пространством, второй Рим заказал себе задачу, поставил себе задачу строить храм во времени. Точно так же, потому что речь шла на порядок более сложная христианская наука, сатриология, наука о спасении, наука об ориентации в пространстве времени. Еще раз, я сейчас не пытаюсь десакрализовать какие-то моменты, нет, но есть надобность понять образовательные схемы, как можно приблизиться к пониманию пространства времени. И вот здесь мы обнаруживаем, и обнаруживаем совершенно не случайно, работу тех же учителей, которые составляли какие-то, я условно говорю, инструкции для шотландских каменщиков, мы обнаруживаем работу учителей, которые составляли инструкции по созданию архитектуры времени. А это и есть календарь. Календарь и есть выверенная, точно рассчитанная конструкция, я имею ввиду христианский календарь традиционный, по тому, чтобы адепт ее выстраивал у себя в голове храм времени, невидимый, нематериальное наследие, да, вот как мы заявили, сегодня. С этим нужно обращаться. И тут возникают очень многие сюжеты, в которые я не решаю сейчас погрузиться, потому что они очень важны и интересны, там, допустим, теории исихазма, как вообще освобождение от пространственной надобности. И исихазцы вообще не хотят иметь дело с пространством, а переводят все свои концепты и технологии во время, да, вот, есть и современные исихазцы, их послушать очень интересно, вот это депространствизация, я не знаю, как правильно здесь нужно применить термин, у них очень характерно, это предел мечтаний второго рима, освободиться от земного притяжения, от гнета реальности, но выстроить храм невидимый. здесь еще и еще и еще, вот я сейчас как на карусели действительно вертся, я чувствую, что я цепляю многие, многие, многие очень важные сюжеты, ну, например, тот, что, опять-таки, из серии исторических анекдотов, сам второй рим так всерьез и не приник к своему вот этому календарю, он создал календарь, причем календарь очень сложный, красивый, и вот мы сейчас чуть-чуть вернем, чуть-чуть я поговорю на эту тему, и мы подойдем к этой теме, как четверица работает в пространстве года, и, ну, эта система была разработана, но во втором времени она до конца не привелась, об этом пишет интересно Кузанский, Николай Кузанский, кардинал, известнейшая фигура, глава делегации Рима на переговорах середины 15 века, ну, фактически о сдаче Константинополя, да, вот этот момент, когда город был уже в осаде, мир был уже в осаде, не город, конечно, Константинополь, это не город, и вот делегация Рима предлагает свои некие условия, которые в итоге вылились в предложение унии, и Кузанский наблюдает жизнь этой осажденной столицей мира, и с изумлением узнает, что здесь до сих пор празднуют римский календарь, то есть праздники снизу были античные, праздники сверху, вот эта сложная конструкция, о которой я чуть-чуть попозже еще поподробнее расскажу, они оставались для знати и для духовенства, а так Новый год 1 марта, и весь остальной цикл, сентябрь, ноябрь, это все 7-8, ну, понятно, это все римская античная, по сути дела, дохристианская конструкция, и к чему я вот это все веду, к тому, что Москва восприняла это всерьез, вот в чем фокус, второй Рим мог как угодно праздновать свои праздники, а Москва приняла строение календаря как священную давность, и в нашей культуре, в наших головах календарь незримо и мы принимаем эту, не думая как некую воздушную, как воздух простую данность, незримо устроен вот именно так, и московское существование, московское сознание основано на архитектуре календаря, сначала вот я чуть-чуть два слова об этом скажу, но в принципе сразу можно сказать, книга как раз об этом, о том, как празднуется год в Москве, и изначально, но я уже сказал, что все эти вещи можно свести к очень простой схеме, опять та же самая точка, линия, плоскость пространства, и проследить эту машинку, прошу прощения за это слово, просто так может быть проще объясниться, в устройстве календаря несложно, Рождество, вот точка, это минимум света, минимум времени, с этого пункта начинается игра в пространство года, точка поэтапно, очень четко и осознанно, разворачивается к лету, к максимуму света, к 3D, троица здесь совершенно не случайно, разворачивается в пространство, то есть у нас есть точка света в скопах времени, Рождество, и у нас есть троические праздники летом, когда есть максимум света, и есть пространство времени, есть очень хорошие и понятные этапы в этом росте, в росте времени в календаре, первый большой этап это от точки к линии, это Сретенье, это не просто один из праздников, вот здесь нужно сразу различать, что праздники есть традиционные, есть уложенные в нашем сознании, в нашей памяти, просто праздники вот в линии, в сюжете год, день идет за днем, каждый день в Москве праздник, это правда, но есть ключевые позиции, вот Сретенье первая такая ключевая позиция, до Сретенье время существует как бы атомарно, очень интересно, что календарь полон воспоминаниями о великих монахах, это празднование одиночества, время еще не научилось соединяться, да, вот оно в линии еще не протянулось, линия луч, это Сретенье, и это первая надежда, и это очень опасно, я сейчас говорю, к сожалению, таким же профанным языком, но здесь мне хотелось бы, чтобы была ясна эта простая последовательность, Сретенье это склеивание точек в линию, вот уже понимание о ходе времени, год с 15 февраля уже начинает двигаться более-менее последовательно. Одновременно это хрупкая вещь, жизнь линеарна, жизнь прерываема, луч, идея луча, идея одномерного вот этого существования, это существование небезопасное, протягивается эта линия, это светлая линия человеческой жизни над тимой великого поста. Здесь очень интересна вся сценография, и нужно ее следить в каких-то именно в каких-то может быть даже визуальных образных формах. Линеарное существование протягивается до Пасхи, Пасха это пересечение линий, да, вот линии сходятся в плоскость, линии отдельных жизней способны составить новую фигуру, да, и соответственно опасность прерывания одной отдельной линии теряется вот в этом великом ткачестве Пасхи. Пасха имеет один из скрытых образов это скатерть света, да, вот с этого начинается существование уже как бы двумерное, это уже спасение произошло, спасение от опасности прерывания одной линии. Пасха это совершенно, это качественно новое, вот почему я говорю о революциях, малых, скрытых, там, мирных революциях в сознании. После Пасхи начинается другое ощущение света, очень московское кстати говоря, Москва вообще любит всякие двумерные предметы, она списанный такой объект, поэтому в ней хорошо держатся тексты и так далее, и так далее. К пространству она относится, вот я как архитекта знаю, что Москва не очень расположена к пространству, это довольно сложный для нее вызов осознать пространство и легче удержаться в рамках какой-то двумерной философии, поэтому главный, это я конечно немножко шутя говорю, самый любимый праздник в Москве это конечно Пасха и вслед за ним распрекрасное вот это существование, которое позволяет, ну это еще и рост к тому же, да, вот время растет, там света пребывает и самый лучший период в Москве это конечно май, вот после Георгия все спасено, растительность, пространство нет, пространство еще впереди, пространство на троиц 3D в 3D в праздник 3D происходит в общем вот если задаться этой геометрической логике проследить ее в пертурбациях счастливых пертурбациях московского календаря совсем не сложно очень интересно посмотреть за тем как после достижения максимума света для ну если в европейском счете времени это 24 июня то для нас это июль естественно начало июля вот это макушка счастья точка максимального разворота и действительно от на начало июля от Ивана до Петра до 12 июля это самое воздушное самое мощное московское такое существование оно достигает предела своих грез дальше начинается сжатие вот это вот очень интересно потому что то что до лета до максимального вдоха времени все это идет естественным образом и принимается без особого напряжения и какой-то рефлексии как только начинается сжатие начинается как только начинается предчувствие конца этой прекрасной истории начинаются сложности но праздники выстраиваются соответственно очень интересно наблюдать за тем как темперировано как гармонизировано сжатие времени в традиционном московском календаре я не буду погружаться в какие-то глубокие подробности еще раз говорю в этой книжке я постарался за какими-то характерными стереометрическими сюжетами проследить мне очень нравится триада спасов да это прекрасная совершенно вещь потому что это здесь есть определенный сюжет который меня сразу привлек три спаса разыгрывают замедление течение времени первый медовый движение еще какое-то присутствует яблоко сок еще подвижен хотя бы хотя и опосредованно и орех это уже остановка в три этапа в три шага энергия времени энергии лето энергия солнца энергия календаря останавливается очень интересно здесь то что в этом отрезке календаря вот как монахи в январе допустим появляются лекари врачи и мудрецы да вот это я уверен что это не случайно у меня родители врачи поэтому я следил за этим всегда и мне нравится то что тоже пантелеймон это как раз начало августа потому что потребны уже умные сюжеты взрослые сюжеты календарь резко взрослеет и кстати у августа есть присказка батюшка августа это умный месяц и вот если следить за этим за этим ходом за этой ходом этой архитектурной пьесы становится интересен на самом деле каждый день я так прожил один год 98 я помню его я следил каждый день за происходящим за тем как какие сюжеты предлагает учебник календаря учебник в высшем смысле слова календарь учит московита правильно жить во времени сначала разворачивать его это время в нужные моменты бороться сосредотачиваться потому что это великий циферблат вертится над языческой пропастью это нужно помнить не случайно кстати многие ключевые в том числе христианские праздники устанавливаются над языческими но это преодоление это борьба и так далее соревнования с ретеньей и масленицей классический сюжет и следить за этим очень интересно и поэтому все дальнейшие осенние праздники сентябрьские они все более конфликтные и непростые хотя там есть счастливые моменты тоже рождество богородицы приходящиеся на три четверти года это все действительно рассчитано достаточно хорошо но это но это простой счет не просто воплощение дальше мне кажется что Москва добавила покров мой любимый праздник вот именно покров как превращение допустим пространства в плоскость снег выпадает это я додумываю я же это же сотворчество мы должны додумывать допраздновать иначе праздники не получится какие-то предлагаемые схематические сюжеты и безусловно одним из таких ключевых праздников является Казанская это разрыв это переход как раз из линеарного видимо состояния времени в атомарное здесь рвется протяжение жизни и все обряды Казанской кстати достаточно смешно но убедительно перекликается с пресловотым Хэллоуином это все заглядывание во тьму небытия потому что действительно приближается самое темное самое сложное время года дно дно времени в Москве до Рождества еще достаточно далеко и поэтому это это непростое бытие и интересные праздники при этом возникают праздники наблюдения за созвездиями времени и так это все возвращается сжимается до точки поэтизируется как-то досочиняется в некой праздничной драматургии праздники имеют все оттенки это действительно не развлечение а это поводы к размышлению и таким образом от точки к точке я сейчас очень быстро схематически все это рассказал от точки мы видим цикл календарь в Москве пульсирует и вот эта невидимая фигура храма во времени она то освещается то свет в этом в этом зале гаснет но гаснет регулярно и нам нужно вести себя соответственно не теряя надежды даже в самые темные времена еще раз прошу прощения за спешный схематичный рассказ я надеюсь вы понимаете что в переложении на практике просто вот в календаре это становится живо и распрекрасно именно в сотворчестве нужно искать выходы из схемы нам очень легко все свести схеме мои железобетонные мозги которые здесь вот как раз вот как этот потолок когда-то были расчерчены они все готовы быстро рассчитать и сложить в некую непротиворечивую сетку это совершенно не интересно это вообще это не чудо а в Москве интереснее всего чудо а чудо в ежедневном сопраздновании и в некоем напряженном творящем усилии оно содержит в себе уже все элементы таинства и оно оживляет мертвой водой можно обрызгать любое тело оно срастется допустим срослась вот эта машинка раз-два-три-четыре а потом четыре-три-два-один обратно но нужно это обрызгивать какой-то живой водой и в живом творящем опыте это все принимать и я как раз хотел два слова буквально рассказать о двух примерах которые мне очень интересны которые могут показаться немножко сторонними хотя на самом деле это буквально о том что я рассказываю это примеры литературные я не зря с самого начала упомянул о исторической поэтике и об объективном сообщении которое содержит эта наука поэтому примеры историко-литературные они здесь есть в этой книге первый пример Пушкинский его приключения в Михайловском я имею ввиду приключения жизненные там экзистенциальные приключения в Михайловском первый год который он там прожил он весь проживает по календарю это очень интересно сначала он не сознает процедуры в которую он угодил сначала ему все плохо вот он приезжает с юга он подвижен он как раз весь в пространстве вот переход из пространства как такового в пространство времени Пушкин приезжает с юга осенью ну он приезжает в конце августа но не важно он попадает в осень Михайловского и в первые же несколько месяцев он умудряется переругаться со всеми да вот судьба а в таких случаях судьба работает отличным драматургом оставляет его одного как раз в самое темное время года после Казанской Пушкин оказывается в черном одиночестве и и он он подумывает о самоубийстве он постоянно думает о бегстве да то что он выдумывает себе какой-то варикоз чтобы ему его пустили в дерпт или в тарту там есть хирург Мойер а это его сообщник ну в общем здесь многие многие сжеты подхватываются его конечно не пускают никуда его оставляют вариться вот после этого подвижного вот этого существования четыре года на юге он практически никогда не остается на месте все это движение тут еще очень интересно надо представлять себе Михайловское такая пильярдная луза когда закатывается туда шарик там еще такая еловая аллея очень как раз линеарно устроена бульк и человек падает в это озеро над которым над которым стоит его дом то есть пушкин попадает в абсолютную неподвижность в пространстве и как раз наступает самый черный темный период его существования в Михайловском это самый конец 24 года начало 25 дальше начинаются чудеса которые мне очень интересны я понимаю что он попадает в работу моей любимой пифагорейской четверицы вот с ним начинаются превращения на рождество к нему приезжать на рождество это очень важно к нему приезжает пущин это все известно приезд пущина колокольчик да вот этот звук еще тоже точечный это праздник точки но что при этом это ладно я готов понимать это как метафора вот не метафора пушкин на пушкина наложены эпитимии он ведь сослан-то за гаврелиаду за безбожество свои юношеские и на него наложено наказание он должен регулярно сдавать экзамены по календарю к нему приходит священник и он по святцам должен отрабанить что-то об этом празднике пущин записывает первый сюжет который с этим связан довольно занятно потому что пушкину все еще очень некомфортно ему не нравится ему стыдно перед другом он быстро куда-то убегает пролистывает какой-то конспект и потом отчитывается перед священником это начало метаморфозы зерно уже есть свет включился в его голове спустя немного времени прошу прощения он выясняет что этот священник ну а что выясняет это единственный грамотный человек во всей округе он вступает с этим священником во все более и более приватные и понимающие разговоры ведь священник то не просто с ним разговаривает он ему объясняет что это такое и начинается другое путешествие ну естественно путешествие в чтении Пушкин привозит ему много книг в частности Карамзинскую очередной том истории Карамзина Грозном и Пушкин погружаясь уже в другое невидимое пространство причем погружаясь точно по календарю с поводырем священником который становится его близким другом серьезно близким другом потому что это есть подтверждение потому что когда случаются восстания события в Петербурге восстания декабристов и так далее приезжает комиссия и начинает трясти этого священника как тут как тут Пушкин себя вел и этот священник горой встает за Александра Сергеевича лучше всех просто прекрасно то есть это действительно был его друг но это не просто друг и не просто я прошу прощения собутыльник они любили как-то коротать вечера с Ариной Родионовной и бутылкой вчетвером но это все это все детали как раз на елке это вот елочные игрушки а нужно видеть елку саму а елка в том что у Пушкина открывается коридор во времени у него открывается возможность другого путешествия и он начинает праздновать он начинает праздновать по этому календарю выверенному и он празднует по дням нет конечно точных абсолютного указания хотя это интересно проследить есть указания о том как он праздновал вознесение ну свой день рождения в мае Пасха пропущена Пасха это какой-то предмет умолчания что очень характерно кстати на вознесение на свой любимый день рождения он празднует праздник пространства конечно вот мы знаем мы знаем совершенно из другой совершенно из другой истории из каких-то именно литературных анекдотов что он пришел на ярмарку апельсины ел да шесть штук или там чуть ли не дюжину пел с нищими Лазаря и переодевался в красную рубаху вот что мы какие-то анекдоты что мы знаем о его 3D дне но если понять во что он попал что он читает как растет в нем поэтапно время это превращается совсем не в анекдот он протается с народом он пытается слиться с ним потому что за время этого празднования а приезжает то атеист причем который брал в Одессе уроки чистого афеизма какого-то заезжего британца и вот это то есть этот атеист попадает в ловушку Михайловского и в процессе календарного переобразования он становится самым самым записным московитом это очень интересно сличать вот эти процессы с тем что он читает с тем что он затевает с Борисом Годуновым как меняется Годунов как меняется композиция его и то что пишет сам Пушкин на полях он в какие-то моменты бросает свое занятие потому что он понимает что прежний метод линеарный вот я сейчас уже надеюсь что вы меня поняли когда он пишет сцену за сценой просто проговаривая стихами вдруг он понимает надобность прерываний он говорит что я научился причем он говорит о каком-то открытии где я научился останавливаться и писать следующую сцену под другим углом и еще через некоторое время он понимает что это и есть полнота его творчества он так и пишет Вяземскому в июне месяце я наконец раскрыл себе голову я теперь я могу творить мои творческие силы достигли просто ну он не произносит дикого слова пространство он чище говорит это речь архитектора но он говорит о том что он обрел ту свободу которую как будто прошлой осенью мертвый черный вот это беспространственную осень как будто окончательно потерял и вот открылось время поэтапно по праздникам начиная с его счастливого рождества с колокольчиком открылось время к июню июлю ну в июне он празднует девятник на самом деле это не все знают когда он ходит на ярмарку святогорскую это девятник это девятый день после троицы я сейчас не буду вдаряться в какие-то расчисления почему этот праздник так важен ну вообще-то такие авторшоки да такие спустя положенное время сопразднования или постпразднования они очень важны потому что они дают возможность рефлексии по поводу того что произошло пушкин понял что с ним произошло и поэтому устраивает этот девятник это уже не день рождения кстати день рождения вознесения это это еще до троицы девятник он устраивает после пасхи и это для него уже день свободы в обретенном пространстве времени и это храмовое пространство он возвращается в веру этот безбожник верует вновь конечно он воспитан был в вере это возвращение на те же опорные точки какая-то какое-то возвращение в ту же систему но это уже эта система праздничная и поэтому уже достаточно убедительная и вот в этом пульсе затем дело начинает сжиматься да вот то что я рассказывал об умном сжатии времени это все все у него находится в письмах в заметках и так далее и так далее и заканчивает он вот эти знаменитые там пушкин сукин сын аплодисменты самому себе это покров это все в точные и правильные какие-то какие-то дни это что-то получается случайно что-то получается не случайно но то что год он проживает ровно год он проживает в гармонии с календарем в осознанной учебной гармонии он действительно сдает экзамены по каждому празднику это не случайно это великий момент в его преображении технологически я на самом деле всегда возвращаюсь к некой схеме он проходит по этим точкам и заканчивая год совершенно другим человеком и поэтому какие-то загадки конца 25-го года почему он не поехал в Петербург почему его испугал Заяц да вот эти все почему он не поехал к декабристам я думаю что он не поехал потому что он вырос в другого человека он уже никак не мог с этими пространственниками с римлянами иметь дело это было уже достаточно узко для него таково предположение но если вспомнить о том что в день восстания он пишет Нулина карикатуру на Тарквиния карикатуру на русского римлянина то наверное здесь есть определенные поводы для того чтобы задуматься это пишет человек который за год преобразился и вырос в другом помещении в другом храмовом помещении и это как раз тот сюжет сотворчества о котором я сразу же и хочу сразу заявил что здесь интересно не схема а то как эта схема оживает вот в случае Пушкина несомненно она ожила и причем такого подвига внутреннего преображения он больше уже не переживает у него будет еще болдинская метаморфоза но это скорее повтор он отчетливо понимает что он играет пьесу уже однажды разыгранную он ей следует и пушкин и болдинский отрезок выходит необыкновенно плодотворным как мы знаем но он играет в то же затворничество кстати он меняет образ если в Михайловском он еще мыслит себя о виде в ссылке в ссылке то в болдине он уже думает о себе как о небогословии на острове Патмос но сюжет тот же уединение которое дает ему возможность сосредоточиться и увидеть мир больший увидеть пространство времени и резонансы эхо который рождается в этом в этом невидимом храме нематериальном наследии да я все время стараюсь вернуться да вот в этом в этот режим и делает его не просто поэтом это уже это не совсем поэзия Годунов это не совсем драма это для театра русского это некая сакральная пьеса потому что она позволяет театру перейти ну прийти как и проводить себя и своих зрителей в путешествии в пространстве времени Пушкин умудрился дать ощущение соединения с другим временем исторические драмы стихотворные писались во множестве тогда но это все было как будто немножко на стекле все равно то и это время были разными Пушкин умудрился а я примерно представляю как он умудрился проникнуть через это стекло и в этом невероятный феномен Годунова но феномен Годунова выстроен довольно точно в этом извините опять в этом образовательном проекте сухо звучит но мысль очень простая Пушкин познакомился с тем храмовым сооружением которое было дано ему с детства но он его не как-то не воспринимал а здесь это пространство открылось ему как пространство творчества и успех творческий помог ему уверовать заново это подтвердилось в сюжете пророка на следующий год двадцать шестом году в центральный пиковый какой-то момент июльский Пушкин пишет пророка но это тоже в общем это равное Годунова мощное сообщение о вере и вот если взять эту композицию целиком да вот Пушкин Михайловск она для меня как архитектора абсолютно убедительна отчасти этой интуиции отчасти совпадения отчасти наверное то что мне конечно никак не дано и нам многим не дано сообщение с Гаврилой Пушкиным он же обращался к своему родственнику мало ли как они через кровь свою аукались этого я не знаю но это тоже наверное сказалось но все вместе дает хороший комплексный пример опять сухие черствые слова на на тему календарь как как храм русский календарь московский календарь тут не случайно Пушкин возвращается в Москву в году новое потому что именно это и есть то большее помещение которое дает ему новую свободу в обстановке несвободы и еще один пример который я слава богу время заканчивается потому что если я начну рассказать о Толстом и его праздниках рассыпанных по роману война и мир это до послезавтра вам точно хватит здесь развлечений это нужно следить нам всем потому что это любопытнейший совершенно цикл и цикл как мне как я абсолютно убежден осознанный Толстой выстраивает роман причем библейский роман он знает что пишет роман о чуде это нам советская литература ведения вменила в какую-то обязанность исповедовать этот глухой реализм и это вроде бы рассказ линеарный из 7 июля 1805 года по 6 декабря 1820 конечно можно воспринять это как семейную хронику можно воспринять как реалистическую эпопею на самом деле смысл здесь совмещено у Толстого гораздо больше и среди прочих я не настаиваю на исключительности календарные версии это одна из тем входящих в композицию войны и мира это конечно хоровод праздников Толстой выстраивает и очень красиво выстраивает свое повествование по праздникам и причем каждый из них разыгран очень красиво точно безусловно интуиции его феноменальны это один из самых невероятных чувствователей колдун в кавычках ну конечно это только наполовину но вторую половину Толстой знает что делает и можно просто пальцем указать на любой день в году найти ну любой праздник конечно серьезный праздник найти ему соответствие в войне и мире и понять что этот праздник разыгран очень точно я уж не говорю о языческих каких-то охота знаменитые все эти сцены охоты или святки в исполнении но не в исполнении которыми руководить Наташа этим можно без конца наслаждаться но можно следить и в какой-то календарной традиции и тогда становится очень понятно связки как это празднующая язычница через один просто оборот сюжета оказывается в Москве и погибает Наташа как язычница наказана за свои игрища языческие наказана на Масленицу вот как раз тот самый момент совпадения карнавального с ретенью и Масленицы когда она проваливается в контакте с этими скоморохами с этой страшной парой Элен и Анатоль это все очень точно по каким-то ролям разыграно она наказана за грех а мы радуемся охоте мы радуемся вот этим распрекрасным святочным сценам путешествия в снегу там какие-то сны в Милюковске и так далее нет это все выстроено в других координатах в координатах христианской логики это очень важно для Толстого но это но это сложные сюжеты а можно просто вот с чего я например начал меня я почувствовал некую схему а Толстой кстати схематик он очень любит какой-то счет и чертежи очень любит это один из тех Толстой вообще это множество на двух ногах в нем есть и старик есть мальчик есть поэт есть колдун есть Наташа Ростова собаки лошади это природа целая а есть очень расчетливый человек который много много думает и считает я не случайно говорил что он расколдовал ну на свой лад естественно масонов и понял что здесь серьезно что не серьезно и я к этому к тому моменту как я начал его я начал его чертить тоже я почувствовал архитектора я начал его расчерчивать и вот я натолкнулся на праздник на Казанскую у него есть эпизод уже в самом конце романа когда Пьер выходит из плена это уже после Москвы после сожжения Москвы его выводят французы и Пьер выходит из плена его освобождает отряд совмещенный Денисова и Долохова он спасается и одновременно погибает Петя Ростов вот этот размен меня заинтересовал как как художественное художественный прием он даже немножко нарочитый это уж как-то совсем один Петр спасся а другой исчез в Казанскую и еще там еще есть один момент который идет через несколько страниц но уж я с лупой смотрю за ним он пишет Толстой пишет так когда Пьер вернулся в Москву он узнал что в этот же день в Москву пришло известие что умерла Элен в Москву это очень важно потому что канцелярия вот этого календаря конечно находится в Москве это именно казанский сюжет это размер мертвых на живых это диалог с потусторонним миром пороговый московский ну не московский христианский праздник на котором прерывается одно существование условно говоря линеарное прошу прощения за очередной геометризм и жизнь рассыпается на точки да вот открывается бездна московского дна темного и в этой точке Петры меняются а Толстой естественно он неравнодушен к имени Петр допустим в тот ну да в тот же год Петровский да это это 12 не Петровский это конец Петровского 12 июля в этой точке спасается Наташа да вот я чуть-чуть задел сюжет ее гибели на ярмарочной карнавальной маскарадной гибели в сретенье масленицу масленичной гибели она погибает а спасается она как раз на Петра причем Толстой четко пишет никакие доктора и спасти ее не могли она исчезала она угасала ну естественно в этой логике она согрешила непоправимо она погибла сама а потом еще была попытка самоубийства это еще один смертный грех поэтому вывести ее из этого исчезающего состояния могло только чудо ну или какой-то сюжет связанный с верой и она спасается в тот момент когда начинается война на Москву это действует как на сознающее поле это действует очень мобилизующее и Наташа это слышит Наташа с Москвой совпадает в общем Толстой пишучий портрет Наташи он явно имел в виду нечто большее вот это такой идеальный московский образ Наташа приобретает какой-то ну об обретает повод к некой мобилизации к тому же соседка Белова уже несколько недель возит ее в церковь это все выписывается чертежником Толстым и наконец вокруг нее хлопочут два Петра а на самом деле три потому что это и Петя Ростов брат и Петр Кириллович то есть Пьер Безухов и Петр праздник ну апостол Петр который тоже в эти дни присутствует в Москве и вот в этом треугольнике Петров Москва спасается это меня это меня тоже очень заинтересовало потому что раз уж имя Петр так важно раз размен Петров в Казанскую оказывается столь определенно осмыслен и тогда вот я прошу прощения я так скачу из точки в точке но это такое счастливое счастливое движение потому что я уже понял что имею дело с интерьером огромным прекрасным и согласованным поэтому я находясь в пространстве этого толстовско-московского храма я уже могу спокойно следить за эхом да как доносится одна точка соотносится одна точка с другой Петры не случайно конечно игра вот это спасение трех Петров и затем на Казанскую опять фигуры фигуры Петровские повторяющиеся и третий раз если если эту партию до конца чуть-чуть доиграть можно проследить за тем откуда у самого Толстого взялось имя Петр он же это опять долгая история мучения с главным героем войны и мира сначала у него был один потом был князь Андрей это эпопея целая которую я в подробности сейчас входить не буду но дело в том что у Толстого тоже был некий очень важный цикл в жизни который начался осенью естественно осенью тьма и испытания для них для всех является вместе с осенью в 60-м году у него на руках во Франции умирает брат Николай и это страшная потеря для Толстого среди прочего связанная с тем что Николай был прообразом главного героя у него литературный проект проваливается сразу же в чем Толстой интересно по календарю сознает это не сразу он пишет это в письмах смерть произошла как некое событие я не все понял даже а где-то через месяц я вдруг понял что произошло что-то что произошла катастрофа а через месяц это уже как раз Казанское как раз вот тот самый темный отрезок в котором помощи ниоткуда брать уже некуда по инерции он прожил сентября по ноябре прожил вот как-то там инерции семейной там еще во Франции вместе с ним сестра и плебянники ну в ноябре во тьму погружается Лев Толстой без брата без героя и так далее и так далее очень пунктирно я рассказываю и тут к нему приходит спасение отдельная история как его вытаскивают из этой ямы его тетушка Александрин известнейший персонаж в его жизни это духовный друг и помощник она его вызывает во Флоренцию и он едет во Флоренцию и во Флоренцию он приезжает на Рождество опять-таки это вообще сезон умолчаний Толстой в Италии это почти полностью вычеркнутый из его биографии сюжет он сам ничего не пишет потому что как раз в том самом ноябре он прекращает даже дневник писать и вот он приезжает на Рождество во Флоренцию и он встречает там человека Сергея Волконского родственника это важно для них для всех у кого Гаврилы Пушкины Толстые Волконские это такие респонденты на невидимой телефонной связи он встречает человека который полностью заменяет ему потерю он встречает прототип своего героя все сразу встает у него на свои места может быть так не сразу он понимает этот подарок счастливый рождественский и дальше происходят вот эти вот святки он там еще как-то катится вслед за этим двором и на на крещение он приезжает в Рим Толстой встречает крещение 61 года в Риме и там называет своего героя Петром что конечно не случайно как иначе можно назвать в ограде святого Петра своего главного героя но это опять-таки можно списать на совпадение но это не совпадение если учесть что Толстой начиная с этого момента очень отчетливо главного героя выстраивает как нового Петра да вот московского апостола он получает Толстой получает стратегию формирования образа главного героя Рим вообще произвел у него сильнейшее впечатление как правило он в таких случаях начинает сопротивляться он человек противоречивый и он противоречит пространству которое ему открылось но затем спустя много-много времени он пишет о том что Рим дал ему возможность возвращения к творчеству именно это записано в календаре Рим крещение возвращение к творчеству Петр его главный герой получает имя чуть не сказал должность роль ну какую-то стратегическую какое-то стратегическое задание и поэтому к чему я к тому что Петры у Толстого в этом проекте все становятся не случайны поэтому следить за тем как действуют Петры как они меняются как меняются главные герои и так далее это все следить за осознанными действиями чертежника и поэтому то что три Петра спасают Наташу это не случайно это даже немножко схематично но слава богу что это идет к этому моменту читатели уже утомляются это уже это уже лет это уже в третьей четверть огромного романа и поэтому здесь выплывают на поверхность его схемы но это только видимо погруженному человеку уже становится ясно и поэтому размен Петров на Казанскую не случайен это те фигурки которые фигурки в таком хорошем значении слова которые всю эту шахматную доску вдруг освещают я должен закругляться но мысль очень проста о Толстом нельзя сказать как о Пушкина что он как некий виток один единственный пережил и это сообщил ему огромный Пушкин сообщил разгон в его творчестве нет Толстой живет каждый день в календаре поэтому о нем действительно можно говорить долго и так далее но он и сам живет и он пишет в этом зале архитектурном и он и интуитивно и чертежно понимает что нужно что не нужно и в его переложении вот тот самый четверичный да вот четвероякий этот календарь становится совершенно универсален для нас причем для нас особенно потому что для нас как людей которые выросли уже в советское время очень многие традиции были пресечены духовные образовательные причем живые и простые традиции но литература как вторая вера которая как раз в 19 веке в России явилась она переиграла эти праздники и литература превратила календарь в норму календарь как именно как священное пространство в некую даже несознаваемую несознаваемую норму эти эти великие интуиты творцы и так далее и так далее и так далее это и так понятно это все важно и существенно они завели заново нашу древнюю историю ваш календарь это та самая машина в кавычках конечно которая вращает в наших головах в нашем сознании все тело истории и они это сделали для нас эти образы абсолютно нормальные мы с трудом переходим на иконные образы традиционные веры но вот Наташа Ростова и Пьера Безухова и так далее для нас это как раз те самые ну квази иконные образы которые помогают нам вжиться в календарь в творчество в отца в него и в общем когда это все собирается я сейчас пытаюсь так неловко закруглиться выясняется что календарь это действительно сложное очень красивое гармонизированное и хорошо выдуманное вот то что я сейчас рассказывал о Пушкине и Толстом это сотворенное в смысле сотворчества сотворенное место и я опять же так же неловко и быстро в ответ на вопрос Рустама говорю о том что раз это архитектура ее надо хранить вот здесь вступает в силу весь комплекс рассуждения о том что она также разрушается кошатиной да вот с чего я начал и нужно что-то делать для того чтобы хранить это сооружение вот мы хорошо понимаем когда мы выступаем заступаемся за видимые здания и готовы жертвовать собой ради них но здесь есть сюжет разрушение невидимой архитектуры и нужно думать о том какой комплекс мероприятия опять казенные слова нужен для ее сохранения это вопрос я кстати может быть этим вопросом и закончил бы потому что системой запретов ничего здесь добиться нельзя Москва это такое место которое будет еще веселее разыгрывать то что запрещено поэтому запретительная охранительная практика по-моему безнадежна мне кажется что необходима процедура исследований глубокого междисциплинарного исследования один фрагмент противоречивый и пестрый которого я вам сейчас пунктиром рассказал только в исследовании в понимании сложности и красоте этой архитектуры времени мы будем его охранять чем мы больше и точнее будем знать о календаре тем он будет сохраннее то есть мне кажется хотя это некоторый идеализм это грезы мечтателя но только просветительский проект но задействующий все указанные темы еще не указанные темы то есть литература богословия география путешествия это можно сложить в некий комплекс только просветительский проект будет поддерживать календарь календарь как храм да ну в данном случае храм серьезное и большое слово как архитектур и поэтому вот мне кажется что это замечательно то что затеян такой проект как эти лекции и мне кажется что там среди прочего собственно о чем Рустам и сказал среди прочего нам нужно просто расставить какой-то новый список тем что необходимо делать не только для явного спасения памятников истории но и для неявного нематериального их спасения и это исследование это другое образование сейчас чтобы матом не ругаться о школе ничего говорить не буду то что делается в школе против того что я сейчас говорю это сплошное разрушение в том числе и очередные гонения на Толстого которые опять превращают в хроника да просто в хрониста из четвертого измерения Толстого старательно загоняет во второе его уменьшают от писателя пространственника до просто повествователя то есть то что происходит в школе полнейшее безобразие и нужны какие-то контрмеры видимо которые обновляли хотя бы даже тематику необходимых предприятий разговоров бесед каких угодно еще то есть мы в самом начале пути видимо просветительского образовательного причем очень здравого и все что я говорил я говорил я всегда старался свести к какому-то ну более или менее понятному черчению черчению вспомогательному естественно я постоянно на этом настаиваю я на этом хотел бы закончить у нас великая данность у нас великий памятник архитектуры есть Москва как календарь и нам необходимо изучая ее в таком контексте ее сохранять спасибо аплодисменты спасибо 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 спасибо